И сегодня же Владимир Булавин вместе с Вячеславом Гайзером посетили новые социальные объекты. А после экскурсии полпред провел совещание, где обсуждался ход реализации в Коме майских указов президента. По словам полпреда, в целом показатели высокие. По уровню оплаты труда республика в числе 12 лидирующих субъектов России. Однако есть и проблемы. Какие узнала Ольга Коняева. Самый трудновыполнимый и затратный для региональных бюджетов майских указ по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем. Его главная цель – ликвидировать аварийные дома, которых на 1 января 2012 года в Коме было 848. За полтора года эта цифра стала меньше только на 10%. Сегодня достаточно подробно мы эту ситуацию обсудили. График в республике напряженный, но та динамика и темп, который существует, позволяет надеяться, что задача определенная и в указе президента, и специальным поручением президента расселить все аварийное жилье к 1 сентября 2017 года, которое было зарегистрировано на 1.01.2019 года, это поручение президента будет также выполнено. Большая часть аварийных домов в Печоре и Сыктывкаре. В столице Коми сейчас возводят для переселенцев 6 многоквартирных домов в местечке Чит-Кочпан. Пока подрядчики только закладывают фундамент, но уже через полгода в новое жилье должны заехать люди. Мы дома построим, будет напряжение с переселением, потому что тот район, который мы избраны для переселения, он, естественно, не в центре города, и часть людей приходится переселять по решению суда. Другая задача указов президента – повысить качество здравоохранения. Коми в этом плане приходится нелегко. В регионе острый дефицит медицинских кадров, особенно в сельской местности. На 10 тысяч населения здесь приходится всего 39 врачей. Для привлечения специалистов республика разработала несколько программ. В числе стимулирующих мер, это и подъемные молодым врачам, прибывшим в работу в поселке городского типа, это чисто наше решение было, это 500 тысяч рублей. Дополнительно трудоустроившимся по наиболее дефицитным медицинским специальностям по 100 тысяч рублей с того года мы уверили. В целом этот год у нас объявлен на республике годом здоровья. Но и в условиях кадрового дефицита медики региона показывают хорошие результаты. В Коми снизилась младенческая смертность. Люди меньше гибнут от сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза. Однако омрачает картину ситуация на дорогах. По сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП выросло на треть. Власти Коми даже намерены приобрести многофункциональный вертолет, который оперативно доставлял бы в больницы пострадавших в авариях. Еще один враг жителей Коми – онкозаболевание. К сожалению, не удается стабилизировать показатель смертности от новообразований. И за 6 месяцев этого года он у нас вырос на 18%. Мы сейчас как раз активно работаем над выявлением причин высокой заболеваемости и смертности от новообразований. Снижать смертность будут в том числе и с помощью новых больниц. Одну из таких – центральную поликлинику Сыктывкара – полупред посетил еще до совещания. Новое лечебное учреждение открылось всего месяц назад. Под его крылом больше 70 тысяч жителей столицы Коми. К их услугам – квалифицированный персонал и самое современное оборудование. Подтвертела республика и статус региона, в котором активно строят детские сады. Владимиру Булавину показали дошкольное учреждение на 220 мест в микрорайоне «Орбита». Его возвели в рамках соглашения о модернизации российской системы дошкольного образования. Полупреду показали музыкальный зал, группы и гордость детского сада, плавательный бассейн.